Знаете, вот на самом деле люди, которые не согласны с действиями Российской Федерации на территорию Украины, значит, они сколько-нибудь уже понимают, где правда, в чем суть. И вот вопрос морали. Насколько корректно сейчас говорить о безопасности протестующих, когда в Украине каждый день продолжают убивать мирных граждан? Смотрите, морально это точно вещи несопоставимые. Вопрос только в том, что любой риск, даже минимальный, если ты его на себя берешь, он должен быть осмысленным. Ну, то есть ты должен понимать о том, что что-то сделал, ты можешь приблизить победу, ты можешь приблизить свержение этой власти, ты можешь каким-то образом повлиять на жизнь. Я никогда не буду призывать людей делать то, что является заведомо бессмысленным. И выход на мирную акцию протеста в современной России является действием бессмысленным. Это просто напрасная жертва, и ничего кроме того, что мы с вами одним вечером про это скажем, о том, что вот смотрите, там тысячу человек посадили, вот, ничего другого от этого не случится. Вот от, еще раз скажу, насильственных действий, там, партизанских действий и так далее, мы куда-то двигаемся, потому что разрушается вот это ощущение стабильности и, собственно, всесилия власти. Это очень важно, и это может привести к краху режима. А мирный протест на улице может привести только к посадкам людей и ни к чему больше. И выбираясь, точнее, возвращаясь к теме выборов, о том, как считают, да, о чем говорят на самом деле, что суеты излишней не нужно. Глава Центра избиркома России Лампамфилова разрешила избиркомам три дня не сообщать итоги выборов. Она рекомендовала комиссиям публиковать результаты не ранее 14 сентября, сообщает «Настоящее время». Раньше в Российской Федерации первые итоги выборов сообщали уже на следующий день после окончания голосования. А в регионах, где широко применялось электронное голосование, сразу в ночь после выборов. На этих же выборах зафиксирована крайне низкая явка, то есть количество бюллетеней для обработки совсем невелико, отмечает также издание. И тут бы хотелось вспомнить, уже мы вспоминали о творчестве многих россиян в бюллетенях, да, но на самом деле по закону можно засчитать этот голос. Если ты там написал что-то, даже неприличное слово против какого-то кандидата, это можно засчитать как голос за него и досчитать. Есть достаточно времени, три дня как минимум. Ну, а в чем проблема тогда? Действительно низкая явка, либо то, что мы плохо считаем, либо у нас нет электронного голосования. В чем проблема? Не придумали еще что делать, как сфальсифицировать, какие аргументы найти? Куда же еще больше фальсифицировать? Не, ну, Панфилова просто говорит, рисуйте качественнее. Может, они собирают коллекцию этих народных рисунков, я не знаю, выставку будут делать, несложно сказать. Но, конечно, главное – это качественнее фальсифицируйте выборы, чтобы потом вам не говорили, чтобы там что-то, значит, у вас цифры не сходятся. Нет, смотрите, конечно, даже в существовании не электронного, а чисто бумажного голосования подсчеты голосов на всех российских выборах происходили в ночь после голосования. И среднее время с момента закрытия избирательных участков до получения результата на уровне региона – это составляет 4-5 часов. Он многократно это делал, и мы даже делали общественную систему, параллельную системе газвыборов, то есть официальной системе подсчета голосов. Мы вообще по этой параллельной системе получали полную информацию о выборах в течение двух часов после того, как избирательные участки закрыты. Поэтому в этом нет вообще никакой проблемы. То, что Панфилова так говорит, это вызывает только еще одно сожаление, что это когда-то, в общем-то, неплохая тетка с добрым сердцем окончательно скурвилась и стала просто цепной баллонкой этого режима. Продолжение следует...